всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука вот наконец дошла очередь до этой теплицы с подогревом и тут я сейчас буду делать подкормку расскажу вам особо подробно потому что здесь совсем другая ситуация марка выходи выходи внук сегодня пришел садик то на карантине не знаем куда его девать вот по очереди вахтенным методом вот смотрите я до этого подкармливала и я показывала все подкормки но и начала я самых хилых и самых тех кому нужна была помощь я показывала что самые хиленькие подкармливаю с большим содержанием азота потом те которые средние подкармливаю где где все поровну азот фосфор калий и а вот эти вот тут нужно совсем другая подкормка тут я буду подкармливать барафоской в которой вообще нет азота потому что здесь он им не нужен и здесь когда я говорила о графике подкормки томатов я говорила что последние подкормки которые в августе мы нам мало азота ой фосфора и калия нужно добавлять бор марганец ну как что-то еще какие-то добавки и вот как раз барафоска имеет сложный состав в котором все это есть я вот сейчас присела после обрезки после посанкования немножко отдохнуть я пойду сейчас когда разводить барафоску я конечно внимательно вам все прочитаю эту инструкцию инспектор ходит расскажу все но смотрите я хочу заострить ваше внимание почему именно здесь я изменила состав смотрите в открытом грунте томаты вот в этой фазе развития когда они уже здоровые некоторые даже достигли полноценной своей формы и уже скоро но некоторые наливаются некоторые уже налились такие томаты у нас в открытом грунте бывают только в августе вот смотрите эти я высадила конец марта начало апреля вот считайте пусть будет 1 апреля 1 мая они уже месяц тут как сидят 1 июня уже два месяца они здесь как сидят значит если бы я высадила эти же томаты в свое время в открытый грунт например 1 июня как у нас стандартные сроки в сибирском регионе то 1 июля был бы им месяц 1 августа было бы им 2 вот мы можем считать что эти томаты они как будто в августе ну как короче как будто у них август уже они уже так идут с таким опережением что они в той фазе развития в том возрасте что они уже августовские и вот именно в августе мы делаем подкормку ну по крайней мере многие делают подкормку барафосской которая без азота без хлора в которой только фосфор калий и другие там добавки нужные томатам сразу скажу что подкормка корневая перед этим нужно промочить грунт обязательно многие намачивают и до подкормки и потом еще после подкормки наливают воду ясно что зачем чтобы туда корням опустились эти вот все вещества еще про барафоску нужно сказать что ее можно было бы осенью в грунт ввести но так как осенью в грунт не ввели можно сейчас сейчас я буду наводить и все подробно вам расскажу я вот на этой неделе закончу все подкормки в огороде а со следующей неделе начну видео подробные об ошибках этого года уже я нашла у себя некоторые ошибки и за счет вот этих вот поднятых грядок немножко неправильно я поступила и за счет выбора сортов в теплице но все это я вам буду объяснять совсем других видео пока что эта неделя будут только подкормки потому что я вот здесь не делала вообще никаких подкормок я говорила что я здесь во время холода вот это ну просто корректирующее делала антистресс и пином опрыскивала по моему один раз янтаркой опрыскивала но основных подкормок они не получали и возможно вот эта подкормка барафоской будет первая и последняя потому что тут уже ну тут уже поздно что-то делать они уже почти все сформированные вот я барафоску открыла понюхала этим мочевиной не пахнет так как мне нужно полтора полторы пачки я уже не стала в банку разводить сразу в ведро и делаю на глаз вот одну пачку высыпала полностью а другую половинку примерно ничего страшного в этом не будет сейчас залью водой да чё это выливаем удобрения сюда я сейчас все хорошенько размешаю его и ай марик тихо и перемешаем палкой также как все остальные удобрения перед тем как черпнуть ведро я все взбаламучиваю чтобы подкормка была равномерной и про эту подкормку я даже не буду показывать как я поливаю все точно также технология ну как все мои действия точно такие же сейчас я наведу в 200 литровую бочку столько сколько мне нужно барафоски и двухлитровым ковшиком буду в каждую лунку где лунка состоит из двух корней то есть каждому растению 1 литр раствора буду наливать самое главное что я хочу объяснить почему именно барафоску они тот же андрианыч тут если мы посмотрим на состав предыдущего удобрения которым я вот поливала те молодые которые фазу фазе бутонизации но которые может быть уже расцвели и тут состав азот фосфор и калий и мы все знаем что удобрение с вот с такой формулой с азотом это больше как весенние это после высадки молодой рассаде чтобы толкнуть ее в рост а вот это барафоска она считается больше но если не осенним удобрением то по крайней мере удобрением конца лета им удобряют только взрослые растения которым уже не нужен азот которым уже не нужно трогаться в рост у них уже и так все хорошо и у них уже плоды и все и если здесь у нас состав простенький ну то есть три только макроэлемента то перевернув барафоску как вот люди просят перевернуть на другую сторону мы увидим что здесь кроме фосфора и калия еще есть бор еще есть магний как раз вот это вот маг бор которым большинство людей во второй половине лета обрабатывают томаты еще есть кальций и это будет очень важно для тех у кого бывает вершинная гниль я вот открыла ее уже не пахнет мочевиной потому что здесь нет совсем азота а пахнет знаете чем мелом вот воспоминания о школе сразу мел которым мы раньше писали мелом или вот по белкой когда ремонт делаешь но это запах кольца я думаю так вот смотрите я свое уже навела я сейчас расскажу о норме здесь к сожалению да так как и вот часто рекомендуют осенью под перекопку и здесь к сожалению все данные дан даны именно для осеннего внесения потому что это я и говорю что считается осеннее удобрение его осенью вносят и потом уже считается грунт удобренным нет дозировки про подкормку я данные взяла в интернете 60 грамм на метр квадратный и тут одной пачки на теплицу мне не хватило я посчитала мне нужно кило 440 граммов на теплицу 3 на 8 где 24 квадратных метра кило 440 ну короче я взяла полтора килограмма вот видите одна пачка пустая другая на половину полная также как и предыдущие все удобрения развела в воде сбросила в бочку 200 литров хорошенько размешала и ковшичком ковшичком в каждую еще хочу сказать что кому не нужен такой большой объем я же вот сразу удобряю всю теплицу 100 растений просто столовую ложку на ведро воды везде написано в этих ну во всех статьях про удобрение и по одному литру на растение еще там во всех научных статьях написано что барафоской невозможно сжечь что это такое как безвредное удобрение как вы видите здесь только фосфор калий и даже если вы чуть-чуть неправильно рассчитаете и польете не литр а полтора литра подрастения ничего с ним не случится но я делаю как всегда смачиваю до подкормки все равно это уже на автомате сначала поливаю томаты потом разливаю подкормку можно сверху еще полить воды чтобы она ушла как можно быстрее и блок глубже к корням потому что если объем небольшой один литр то возможно они все на поверхности застрянут а корни у нас далеко там внутри все больше ничего сказать это не могу потомка тоже очень простая единственное что у них разная цена вот у этих упростых удобрений видите цена 69 рублей а это 115 рублей если про это я говорила что обходится дешево то вот это полторы сотни у меня вышло на одну теплицу конечно можно было бы осенью взять барафоску весь участок как удобрить этой барафоской но я посчитала тогда золотые овощи получаются это очень дорого конечно ну дороговато я вот барафоской удобрю только теплицы вот эти две теплицы в которых у меня уже большие плоды ранние ну и все еще хочу сказать вот про подкормки я сразу я всем сразу говорю и всегда это говорю что я не биолог я сильно глубоко не углубляюсь потому что я знаю что для того чтобы все эти формулы изучить все это взаимодействие все чтобы конкретно все это выучить это нужно много времени 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 у меня уже нет и когда вот пишут в комментариях что нам не про этот тут калий серно кислый когда пишут зачем применяете калий хлористый это для овощей там смерти или еще что-то я вот одному ответила зрителю и скажу всем что я пользуюсь магазинными удобрениями которые наверное все таки проходят какие-то испытания на каких-то делянках но какие-то сампины все равно они должны выдерживать и если специалисты которые занимаются вот этим составлением вот этих формул если они решили что это делать так то я полагаюсь вот в этих вопросах на мнение специалистов и на их решение я сама ничего не придумываю и еще если я сделаю один раз в сезон подкормку вот такую где калий не серно кислый а хлористый я думаю ничего страшного не будет с растениями если он получит один грамм этого вещества раньше всегда этими удобрениями люди пользовались простыми магазинными это сейчас много там каких-то нововведений много дорогих препаратов различных может много в средств долго говорить не буду беру в магазине в случае нужды если нужно и ничего конечно плохого не будет я думаю там вот уже и про огурцы написали что это ударом по голове если они у вас здоровые если они у вас все с ними хорошо одна подкормка генеральными удобрениями ничего с ними не случится вот кстати стоят сейчас хочу показать не могу обойти мимо смотрите пасынки укоренились как я все не могу до них дойти когда я говорила как размножить редкие сорта вот пожалуйста можно размножать редкие сорта бородучие стали сейчас пойду их садить все про барафоску я закончила мне главное чтобы вы поняли почему я ранее вот эти не ранее молодые растения вот этим подкармливала те которые дохленькие подкармливала совсем другим удобрением а в теплицу выбрала именно барафоску это все зависит от их состояния от их фазы развития какие-то совсем молодые какие-то уже старые которым нужно совсем другое и вот подкормки то я еще раз повторюсь что нельзя всех под одну к ребенку и развести одно удобрение и весь огород поливать одному надо одно а другому нужно совсем другое я сама не биолог еще раз повторюсь но вот эти вот хочу донести до новичков вот самые элементарные вот эти различия между удобрениями мы должны понимать мы не обязательно нам куда-то погружаться далеко совсем ну вот различать осенние летние весенние должен каждый хотя бы немножко на самом на поверхностном уровне вот у меня точно такой же поверхностный уровень я такой же огородник как вы без специального образования без какого-то там химического уклона но я считаю что не обязательно должен каждый огородник быть быть биологом или быть химиком чтобы получать хороший урожай нужно просто немножко внимательно относиться к растениям и перед тем как что-то добавить лунку просто подумать это ему нужно или может быть что-то другое все желаю всем удачи